По расписанию в день открытия Больших Олимпийских игр, вторым уроком у всех школьников младшего звена поставили уроки физкультуры. Спортивное торжество началось у входа в школу. Священный огонь дружбы зажегся для учеников лицея номер 3. Пакел сегодня зажженный, пусть дружбу народов крепит, пусть дух прекрасной Олимпии на праздники нашим царитам. Яркие флаги России и шары, персонажи мультфильмов, так началась динамическая разминка. Далее ребятишки рассыпались по разным площадкам. Второклашек пригласили на эстафету с санками. Изо всех сил старались болельщики. Настроение у ребят прекрасное, пожелания участникам соответствующие. Чтобы они, чтобы все победили и Олимпийские игры прошли хорошо. Круг почета на ледовом поле совершили конькобежцы. В это время первочки на соседней площадке строили горки. Дорогие, зимние, твои, Россия, миро! На большом стадионе проходят командные состязания. По словам педагогов, ребята нетерпеливо ждали этого часа, активно готовились к лыжной эстафете. Придумывали разные логины, девизы. Каждая группа свои придумывала. Сейчас они с задором. Атрибутику принесли. Всякие шарики, посмотрите, смайлики, флажки. Каждый класс отличается друг от друга атрибутикой. И веселый задор на дорожке. Олимпийская кричалка, рассказывает Лиза Барышева, получилась как-то нечаянно. Правда, поначалу некоторые слова не хотели рифмоваться. Как говорится, разложить строки по полочкам помогла учительница. Мы бежим всегда вперед, дух нам силу придает. Вот и финиш впереди, наше в Сочи победи! Нашим олимпийцам третьеклассница желает только золотых медалей. Чтобы они выиграли первое место. На этом Малая Олимпиада не закончилась. Каждый день школьников расписан как спортивный, вплоть до закрытия больших олимпийских игр. На протяжении двух недель, пока будет проходить Олимпиада, 22-я зимняя Олимпиада, в лицее каждый день проводятся спортивные мероприятия, участие в городских спортивных мероприятиях, в областных соревнованиях, участие во внутренних лицейских, вплоть до конца окончания Олимпиады. Поэтому всем хочется пожелать задорного настроения, рекордов, бодрости, веселья, а самое главное – болеть за нашу Олимпийскую сборную России. Конкурсы, эстафеты и зимние забавы – все это ждет ребят на протяжении месяца. И не только. Спартакиада станет традиционной. Приблизительно в этот период спортивные состязания планируется проводить каждый год. Светлана Даровских, Варвара Павлова для рубрики «Спорт».